Астамир, для тех, кто, возможно, вас видит впервые, как вам лучше, чтобы я вас представила? Честно говоря, я не знаю. Ну, артист, музыкант, актер, театр и кино, композитор. Кто еще? Заслуженный артист. Заслуженный артист Адыгей, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, еще я что-то забываю. Да-да-да, народный артист Чеченской республики. Короче, вот эти какие-то звания есть, но они как бы все не важны. Важно то, чем ты занимаешься. Но вы исполняете песни на национальных языках Кавказа, ведь так? Да. По большей своей части, да. Вот в Грузии о вас узнали недавно, буквально, когда распространился буквально так молниеносно в грузинском сегменте того же Фейсбука, ваше видео с исполнением с кавером на грузинскую песню. И было очень много реакций, очень много позитивных реакций, комментариев. И главным образом всех удивляло то, на каком чистом грузинском вы исполняете эту песню. И даже писали, что не верим, что вы не грузин. Вот расскажите, как эта история с исполнением грузинской песни у вас сложилась, и как вообще? Впервые ли вы исполняете на грузинском языке? Да, честно говоря, это самая первая песня, которую я прям целиком пою один. То есть у меня была первая грузинская песня, это дуэт с Этери Берешвили. Мы делали какую-то песню, но она такая легкая, там мало текста было, и потом я там как будто бы особо не затрачивался в плане, вот, надо произношение и все такое. То есть вот я как слышал, так и спел. Я даже не знаю, возможно, я там не так чисто пою. Вот. А в этой песне я решил чуть-чуть серьезнее подойти в плане произношения. То есть мне эта песня давно нравилась. Вообще я люблю грузинскую музыку. Что врать, с самого детства я хожу на все концерты, где возможно, и все такое. Но вот так, чтобы спеть сольную песню на грузинском, это впервые. И у меня была знакомая одна девочка, которая грузинка. Я говорю, пришли мне транскрипцию или там, помоги мне, чтобы я выучил. И для меня было неожиданно, что она мне так подробно прислала это все. То есть вот там, где буква К и палочка, это К, это типа с выдохом. Это такое, это Г, это Ц, это вот такое. И вот эти мелочи так подробно мне объяснили, что я с большим удовольствием включился в эту работу и постарался сделать это без акцента. Вообще, когда я пою на разных языках, на том же чеченском языке, на балкарском языке, на языках народов Кавказа, для меня одна из первых задач это делать без акцента, чтобы меня не воспринимали, как, ну, миленько, иностранец поет на нашем языке. Ну, типа, Басков спел на этом. Ну, это странно, кринжово смотрится, когда иностранец старается петь на нашем языке, и мы такие умиляемся, какой он неумеха. Мне нравится, чтобы люди воспринимали это вау, и слушали слова, о, там слова красивые, то есть вот это мне именно нравится. Вот, особое... Вау, в этом случае получилось, видимо. Да, я не ожидал такой реакции от Грузии. И когда ко мне такое внимание и столько благодарных комментариев, столько каких-то, ну, как хвалебных речей, и у меня еще больше любовь к грузинской музыке и Грузии появляется. Это как снежный ком друг на друга, и хочется еще и еще и еще что-нибудь сделать, записать. В общем, любовь к Грузии и грузинской музыке еще увеличилась у меня, конечно. Вы в Грузии не бывали? Еще ни разу. После этого в планах у вас появилась? Первая задача. Потому что, как я вижу, вас там в комментариях уже приглашали. Приглашают. Да, ну да, приглашают. Ну и если пригласят... Меня пригласили с телеканала Рустави. Рустави 2. Грузия Got Talent. Шоу. Да, шоу. Возможно, я туда поеду. Если получится, мне было бы интересно выступить. Это уже такое официальное первое приглашение. Расскажите, как вы выбирали песню? То есть у вас уже сразу было определено, что вот она одна, единственная вот эта песня? Или были какие-то еще варианты? Да нет, на самом деле очень много грузинских песен. И я, честно говоря, где-то лет 8 пел в акапелло-группе, которая потом распалась и все такое. И вот эта акапелла, раскладывание на голоса, бас, терции, квинты, кварты, вот это все, оно мне нравится. И так получилось, что я недавно получил травму. То есть я эту песню уже давно люблю и давно хотел что-то с ней сделать. Что-то записать и все такое. Но не доходили руки, потому что выступление, постоянно ты куда-то ездишь, гастроли. И не доходит время до души, чтобы вот оторваться. И так получилось, что я на футболе получил травму, разрыв крестообразной связки. Вот, сделал операцию на ногу. И месяц я просто лежал дома. И это за последние, наверное, лет 15 впервые такое. Чтобы я просто ничего не делал, никуда не ехал, никакие мероприятия. И вот здесь эта песня дошла до меня. Я такой, ну-ка иди сюда. И я давай делать эту песню, мне очень понравилось. Вообще много грузинских песен я люблю. И группа Мгзаврэби одна из любимых групп. Папа мой очень любит грузинскую музыку. В общем, большое влияние имеет эта музыка для нас. Да, ну то есть на этом звучании все-таки ваш слух был привыкшим к этому звучанию. Потому что за счет вот этих звуков, гэ, чисто грузинских звуков, поэтому такая реакция была очень бурная, связанная с тем, что очень по-грузински. Да, но фишка в том, что в кабардинском языке есть все эти звуки. И поэтому людям кажется, он слишком как-то ловко их произносит, эти буквы. А это и для меня родные звуки. Поэтому так, наверное, легко получилось. А скажите, как вы вообще пошли по этому пути исполнять песни на разных языках Кавказа? Даже на некоторых, на которых вы даже не говорите, да, не владеете. Ну, я с детства пою. И с детства, и родители, понятное дело, когда мне было там лет 9, я начал давать стольные концерты где-то в 9 лет. И я пел песни мирового репертуара, типа памяти Каруза, Бейль, собор Парижской Богоматери. На французском, на арабском, испанском. Уже вот эта тяга к языкам была. Вот, потом во время войны в Чечне в Нальчик приезжали чеченские дети в санатории. И мы с отцом жили рядом с этими санаториями. И вечерами ездили, у нас был свой микроавтобус, своя аппаратура. Мы ездили туда к этим детям и давали им концерт. Вот, и они попросили спеть на чеченском языке песню. Я таким образом разучил на чеченском языке песню. И вот таким образом наша дружба скрепилась с войнахами. И вот так вот одна за другой. У меня сейчас есть отдельный репертуар на чеченском языке. То есть там целый концерт я могу на чеченском языке сделать. На ингушском языке, на балкарском, на каких-то языках Кавказа, на абазинском. Я исполняю. И когда, чем больше языков ты знаешь, тем легче тебе даются новые. Вот такая тема. То есть это уже стало как наркотик. Новая культура, новая музыка. Тебе хочется окунуться в новую культуру. Чем лучше ты узнаешь чужую культуру, соседскую культуру, тем лучше ты понимаешь, какое место занимает твоя культура в этом мире. Когда ты замыкаешься в своей культуре, это путь к деградации и стагнации, никакого развития. Сейчас многие, наоборот, переходят на английский язык, который понятен большему количеству людей во всем мире и так далее. Вы как будто идете по обратному пути. Наоборот, занимаетесь популяризацией, можно так сказать. В том числе популяризацией культурного наследия, чего-то такого. Родного, национального. Я бы не брал на себя такую ответственность. Вот я иду, популяризация национальных языков. Я думаю, что необходимы все люди, все виды развития. И я в то же время очень люблю английские песни. Я стараюсь и их петь, и итальянские до сих пор. То есть я очень много это делаю. А есть люди, которые только занимаются аутентичной музыкой. То есть они прям берут старые звуки и никакого новшества туда не вносят. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Если я, допустим, спел на национальном языке песню, и она стала популярной, ну, мне приятно. Но я бы не хотел бы считать, что я занимаюсь популяризацией. Ну, то есть какую-то ответственность на себя. То есть автоматически так получается, потому что, да, аудитория воспринимает. Да-да-да, мне приятно, если так получается. А кто вот ваша основная аудитория? Я не знаю, вы изучаете этот вопрос. Кто ваши слушатели? Очень разные. Очень разные. Я не знаю, если вы видели мой номер Белла Чал. Да, очень популярный номер. Да, он на Кавказе стал очень популярным. Последние, сколько я его, года три, наверное, назад я его выпустил. Он является самым популярным номером на Кавказе. То есть на каждой свадьбе или фестивале, или день города люди хотят это увидеть. И этот номер любят и дети, и мужчины, и женщины, и взрослые, и бабушки, и дедушки. У каждого человека, у каждого находится что-то свое. Дети находят простую мелодику, допустим, в ней, и легкие повторения слов. Потом красные комбинезоны. Это все какое-то для них веселое представление. Взрослые за этим видят историю, как Муслим Магомаев привез эту песню в Россию. Там более взрослые вообще эту песню воспринимают как борьбу с нацизмом, с фашизмом и все такое прочее. То есть у этой песни очень большая история, объемная. И так уж получилось, что это просто очень удачный номер. Кто-то любители сериалов ассоциирует эту песню и этот номер с сериалом «Бумажный дом». Потому что оттуда взята отсылка с костюмами, с всем остальным. Поэтому очень тяжело отследить аудиторию. И люди, которые приходят на мои концерты абсолютно разных национальностей, абсолютно разных возрастов. Но единственное, что их объединяет, это открытость к музыке, к новому видению. Это какая-то внутренняя, ну не скромно будет говорить, какая-то внутренняя культура. Они вот хотят музыку послушать. Не хотят подурачиться, поплясать. А вот именно послушать музыку. Мне это очень приятно. Интересен еще такой момент. Вы, видимо, гастролируете в другие страны, правильно? Да. Вот как ваше творчество, я конкретно сейчас про исполнение песен на языках Кавказа, кавказских говорю, да? Вот как за пределами Кавказа, в других странах это воспринимается? Оно воспринимается чуть-чуть горячее, потому что для них это больше как экзотика для них. Все равно на мои концерты за границей приходит же диаспора, правильно, в основном. То есть, если я еду, допустим, в Ниццу, где там, в Марселе, в Бельгии, в Антверпене, где мы были, где мы только не давали, в Вене, там очень много войнахской публики. То есть, чеченцы, ингуши, и они в основном приходят на мои концерты. И, конечно, они скучают, они приходят и с большей отдачей, и с большим удовольствием слушают эти песни свои какие-то, вспоминают что-то. Короче, они чуть-чуть горячее, вот. Просто они больше трепет испытывают, когда слышат музыку, вдали от родины. Да, потому что миграция у кого-то, да, это более сложная. Да, когда я ездил в Америку на концерт для черкесской диаспоры, в их глазах было не просто какой-то трепет, потому что все-таки те люди, которые в Европе живут, они как будто бы рядом, они могут в любой момент приехать, все такое. Те, которые в Америке, для них даже морально это другая часть планеты, и многие из них даже никогда не были на родине. И они слышат об истории черкесов, об эпосе черкесов, об обычаях, традициях. Для них это как сказка, это какой-то мир сказочный, где черкесы. И тут приезжает черкес из Черкесии. И для них они смотрят, это, а ты настоящий, а это музыка. И там вообще какой-то волшебный для них момент есть, что вот настоящий черкес из Черкесии. Вот мы все черкесы, но мы там никогда не были. Расскажи там как. И для них это как глоток воздуха родного услышать. Поэтому это всегда особенные концерты за границей. Как, вот расскажите немного кратко, как вы вообще стали заниматься музыкой? Ну, наверное, все-таки родители увидели. Я года четыре, я начал уже что-то петь, попадать в ноты отчетливо, громко. И меня в шесть лет отдали в музыкальную школу. Я уже выступал на большой сцене с шести лет. Потом с девяти до четырнадцати лет я дал около двух тысяч сольных концертов по Кавказу. В каждом селе, в каждом городе, в каждом клубе, детском садике, школе, институте. То есть я выступал абсолютно везде. И как будто бы уже заранее было решено. То есть я никогда не представлял себя в другой профессии. И никогда в своей жизни я не работал не по профессии. То есть я в шестнадцать лет поступил в институт, в ГИТИС, это театральный вуз. В двадцать лет я закончил институт. И около восьми лет я работал в восьми театрах Москвы. Играл в мюзикле «Чаплин» в бродвейском. Играл роль Чаплина. И то есть как актер я был уже реализован. И в двадцать шесть лет я просто оставил театр и решил заниматься сольной деятельностью. Потому что понял, что реализовывать чью-то мечту, иметь свой театр, это не моя мечта. Вот моя мечта заниматься своим творчеством. А скажите сейчас вновь обращение к грузинской аудитории, если у вас здесь. Есть ли у вас в планах исполнить вновь что-то на грузинском после такого? Да, после такого, если бы у меня не было бы такого в планах, я просто обязан что-то спеть. Потому что это очень приятно. Это невероятно. Я не знаю, может быть, я не могу подобрать правильно слова. Но то, что я испытываю, когда я читаю комментарии, и то, что мне пишут в личку люди, это просто очень приятно. Я всегда знал, что грузинский народ, он открытый, искренний, какой-то вот такой теплый народ. Но когда ты это на себе ощущаешь, и оно как волной на тебя накрывает, эти теплые слова и пожелания, ты говоришь, да господи, я ради вас, я хочу еще больше вам приятно сделать. Если вам приятно. Из приятного, если я могу вас попросить, могли бы вы набиться. онлайн исполнить, небольшой кусочек. Честно говоря, у меня под рукой, даже я не ожидал, что вы спросите. Но у меня есть гитара здесь, она даже не настроена. Супер. Я думаю, это не помешает. Я не репетировал давно. А эту же песню вы хотите? А если... Супер. 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 В общем, вот такая песня. Прекрасно. Супер. Прекрасно. Спасибо большое.